А судьба – это борьба, а вчера – это игра. Рост у этого артиста был метр пятьдесят один. Но зато какая энергия! На лацкане эффектного костюма голливудская звезда в зубах сигара. Я желаю, чтобы жили или подвести. А это можно просто в жизни не грешить. Вилли Токарев собирался прожить сто лет. И умер для всех совершенно неожиданно. Москва, 9 августа 2019 года. Вилли Токарев был очень популярным артистом. И в день прощания с ним многие думали, что он упокоится на Новодевичьем кладбище. Я считаю, что у него нет таких званий. Народный артист СССР или народный артист России. Но он народный. Он народный. Но вдове артиста Юлии предложили лишь пару очень скромных, далеких от МКАД погостов. Она несколько дней не хоронила, потому что у меня было решения по кладбищу. И Юлия считала это страшно несправедливым. Звонила, просила, искала, кто может помочь. Я говорю, ну как дела-то? Я говорю, ну алику, не можем ни места найти, ни денег нет, ничего. В общем, в таком плане позвонила. Ну, я говорю, хорошо, я постараюсь вам, помогите. Алимжан Тахтахунов, известный как Тайванчик, подружился с Токаревым еще в конце 80-х. И оплатил достойное место на Калитниковском кладбище в самом центре столицы. Место там полтора миллиона. Ну, я дал полтора миллиона. Там еще мой друг подключил. На фотографиях 90-х Токарев часто рядом с людьми, у которых клички важнее фамилии. Петрик и Шрам, Ушатый и Жлоб, Слава Бакинский и Женя Болотный. Дело в том, что у криминальных людей есть одно довольно правильное качество. Они уважают людей, которые добились честно чего-то. С маститыми бандитами тогда поддерживали отношения почти все популярные артисты. Иначе мешок денег, полученный за очередной концерт, могли отнять члены какой-нибудь ОПГ. Но крышу приходилось отрабатывать. Были разные случаи. Вот, например, меня как музыканта забирали и в 3 часа ночи, в 5 утра, прям приезжали домой, говорили, тебя ждут. И мы садились с кларинетистом и нас везли, допустим, в какой-то ресторан или на кладбище, где потеряли близких друзей своих. И мы играли, вот стояли просто. Токарев в криминальном мире считался неприкасаемым. Это ж не какая-то попса, а свой поет про воров, человек душевный. Его никто не хотел обижать никогда. Ну что его обижать бы? Он такой милый человек был. Большое количество поклонников из криминального мира было у Токарева и во время жизни в Соединенных Штатах. Его обожали крестные отцы, развернувшие там преступный бизнес. Он часто пел для главного рэкетира Брайтон-Бич Евсея Агрона и братьев Нейфельд, которые возглавляли его бригаду. Один из них, Беня Нейфельд, был бывшим членом сборной СССР по тяжелой атлетике. Этих граждан боялись все. Люди просто с помповыми ружьями приходили, показывали, били людей. Вот и они крутились-то среди своих. Они не грабили и не крышевали американцев. Или даже мексиканцев. Они русских угнетали. На Брайтон-Бич гремели выстрелы. Заказное убийство стоило всего 2000 долларов. И полиция не понимала, как навести там порядок. И, конечно, бандиты усиленно трясли все рестораны Брайтона и артистов, которые зарабатывали там неплохие деньги. Нравы были жестокими. За отказ делиться могли и прикончить. То есть неважно, это был русский, это был украинец, или это был таджик, или узбек, или кто угодно. Главное, чтобы с постсоветского пространства бывшего. И это все ходило в понятие русская мафия. С большим трудом удалось посадить за решетку Марата Балугулу, который проворачивал аферы с левым бензином и зарабатывал по 100 миллионов долларов в месяц. И таким образом место оказалось пусто, что, естественно, никого не устраивало. Порядок должен был быть определенный, потому что как только кто-то из лидеров уходит, значит, начинается либо разгул, либо нужна замена. И тут в Соединенных Штатах нарисовался япончик, который сразу стал королем в маленькой Одессе. И Славик, как его все звали на Брайтоне, стал завсегдатаем ресторанов, в которых часто выступал Вилли Токарев. И вор в законе приводил послушать шансонье своих криминальных партнеров. Приходил в ресторан, скромно садился в угол, сидел и уходил. И мне часто передавали вам привет от Славы. Они сблизились, и Токарев помог япончику найти в Америке супругу. Ее звали Ирина Олла. Она работала у него аккомпаниатором, была гражданкой США. И благодаря этому фиктивному браку япончик смог осесть в Америке надолго. И не раз помогал любимому артисту. Мне начались звонки на итальянском языке. Ну, я вижу так, вообще итальянский хороший, но какой-то с акцентом. Мне непонятно все. Причем это постоянно было, и шантаж-то был. А потом звонящие материализовались. Это оказались криминальные выходцы из Италии, которые хотели подоить успешного артиста. Он сразу прибежал к Вячеславу Кирилловичу. И сказал, что вот так и так, Слава. Я работаю, и деньги достаются тяжело. И Слава в течение 24 часов решила эту проблему и не работала. В благодарность Шенсанье посвятил Иванькову песню под названием «Слава». Диск с этой песней Вилли отнес в Нью-Йоркскую тюрьму, где Япончик провел 9 лет, но охрана передать его не разрешила. А когда Япончик в нулевые вернулся в Россию, то снова попал в тюрьму. И Вилли Токарев защищал его громче всех. И если его называют, как вот читаю в газетах, вором в законе, то для меня он честный вор. Вилли Токарева многие считают евреем. Но он родился в 1934 году в семье кубанских казаков на хуторе Чернышев на Северном Кавказе. Отец будущей звезды был шофером, мама занималась домом и детьми. Мальчика назвали Виленом в честь Владимира Ильича Ленина. Эту песню я посвящаю самому дорогому для меня человеку, моей маме, у которой сегодня день рождения. В 14 лет Вилен устроился кочегаром на торговое судно, побывал в Европе и даже Африке. После армии закончил музыкальное училище в Ленинграде. В деревенской семье пацан родился, стал музыкантом, играл на контрабасе. Это что? Это разве не счастье, что тебе любящие сердца дали заниматься тем, что тебе хочется? Он работал контрабасистом в лучших эстрадных оркестрах, пел в популярном ленинградском ресторане «Нева». На самом деле он любил джаз, и он был прекрасен в джазе. Москва, 9 августа 2019 года. У гроба Вилли Токарева молодая женщина, похожая на православную матушку. Это последняя жена Токарева Юлия. Мы все благодарим вас за то, что вы любили и слушали его песни. Слушайте его песни всегда, потому что в этих песнях вы найдете ответы на все вопросы в жизни. Низкий поклон всем людям, кто слушает песни Вилли. Он жил для всех вас. Узнать Юлию сложно. Еще недавно пышногрудая блондинка обожала дорогие шубы и высокие сапоги, и выглядела просто роскошно. Муж был старше ее на 43 года и баловал, как мог. В этот брак никто не верил, но они прожили вместе 20 лет. Вот ровно столько раз, сколько я их видел вместе, это была пара счастливая, два влюбленных друг в друга человека. Первый раз Токарев женился, когда учился в музыкальном училище в Ленинграде. Инна родила ему сына Антона. После училища талантливый парень попал в оркестр Анатолия Крола. Потом работал в ансамблях Жана Тетляна и Бориса Рычкова. Аккомпанировал даже Марку Бернесу. И в конце 60-х его взяли в ансамбль «Дружба», звездой которого была Эдита Пьеха. Она исполняла его песню «Дождь». А потом его песня стал петь Вадим Муллерман и Владимир Макаров. Но кроме шлягеров для официальной эстрады, Токарев сочинял такое, что нельзя было показать никакому худсовету. Я писал песни не только лирические, я писал шуточные, с юмором. Вот так сейчас их называют шансон. И вот эти песни, вообще невозможно было думать, чтобы их издать в Советском Союзе. Жил Токарев по советским меркам прекрасно. Он получал приличные авторские отчисления, смог купить кооперативную квартиру, дорогую мебель. И вспоминал потом, что его подвели помидоры, которые он ел зимой, что считалось запредельной роскошью. Им заинтересовался ОБХСС. Заглядывают в карман и спрашивают, сколько у него там денег. И какой у него, какого цвета носки он сегодня одел, с кем он встречается, а с кем он не встречается, когда он ложится спать и что он кушает на завтрак. От ОБХСС Токареву удалось отбиться. Он доказал легальность доходов. Но эти допросы больно ударили по самолюбию музыканта. Но что такое? Издать пластинку не дают. На сцену, как певца, не пускают. И вот эти всякие жанры, они просто не входили в прокурсово ложе, в соцсериализм. Доходило до полного абсурда. Артистам Москонцерта, к примеру, строго запретили упоминать о рыбе или мясе, так как их не было на прилавках магазинов. А вот в ваш конферансте Марк Альшинецкий сказал со сцены, я был в зале, давайте вернемся к нашим баранам. Вы представляете, до какой степени, да? Какой степени мы были схвачены, зажаты. Давайте вернемся к нашим баранам. Это считался разговор про мясо. Любимый всей страной Буба Касторский, Борис Сичкин, обожаемый Савелий Краморов, Олег Видов, певица Нина Бродская, гениальный танцовщик Александр Годунов. Они уехали одними из первых. Еще в 70-е и в самом начале 80-х. По сути, это был вылет в открытый космос. Каждый уезжал отсюда по своей причине, но основная причина была – это не свобода. В 1972 году непробиваемый железный занавес открылся в Советском Союзе для евреев. Брежнев дал добро на их эмиграцию под давлением США и в надежде на бурные экономические связи. Уехало 200 тысяч граждан. Вилли Токарев был русским, но тоже подал документы на выезд. Ему было уже 40 лет, и все надоело. Я решил найти такую страну, где бы я мог без препятствий реализовать свое творчество. Этой страной я выбрал Соединенные Штаты Америки. Когда Токарев получил разрешение на выезд, жена Инна ехать с ним отказалась. Ей было страшно. Она решила остаться в привычном комфорте. И надо сказать, что когда она оказалась в Америке, он целый год ждал ее, что она вернется к нему, туда переедет к нему, но она так и не решилась. Расставание с родиной было обставлено унизительно. Дошло до того, что с отъезжающих пытались взыскать деньги за полученное в Советском Союзе высшее образование. Но, слава богу, одумались. За рубеж наших граждан выпускали почти что голыми. На таможне у Токарева отняли контрабас, ноты и заставили снять нательный крестик. Разрешили мне взять зубной порошок, щетку и 100 долларов. Вот с этим я приехал в Рим, откуда я улетел в Америку. На Брайтоне его никто не ждал. Этот район Нью-Йорка с его прекрасным солнечным побережьем был похож на одесскую коммуналку, где царили простые нравы. На одном стороне улицы стоит одна женщина, другой – другое. «Сонечка, да, ты слышала, что Лиза себе шубу купила? Вот ты, сучка, какая! И сколько она стоила? Да две тысячи долларов!» И вот этот удивительный колорит такой, такой одесско-еврейский. Честные эмигранты жили очень бедно. Без языка, с дипломом, который в Штатах ничего не значил, крутились как могли и, как правило, шли в торговлю. «Если вчера вечером перед сном он еще вспоминал, что он был председателем месткома в Институте нефтяной химии или там кем-то еще, то сегодня он пойдет в магазин в русский, где он работает у своего бывшего соседа, работает его помощником, продавцом». Первое время Вилли Токарев работал санитаром в больнице и страшно страдал от издевательств американцев, которые называли его красным и человеком не считали. В итоге его из больницы выжили. «Это врагу не пожелали, что они там испытывали, какая у них была тяжелая, невыносимая жизнь». Безденежье, унижение. Он устроился в 40 лет курьером, но его выгнали за плохой английский. Встал на биржу труда, но его исключили из списков, лишив пособия по безработице. Но Токарев все равно с восторгом смотрел на Нью-Йорк, даже когда работал дворником. «Я дошел до Горлема, и полицейский говорит, здесь нельзя ночью ходить, уходите отсюда». Я не понял, почему. Но я вернулся, и я восхищался этим городом, который видел впервые в жизни. И все то, что я почувствовал, в моей волнении я передал в этой песне «Небоскребы». «Небоскреба, небоскреба, я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой». Он питался хлебом и молоком, но мечтал о том, что выпустит в Америке свою пластинку. И был страшно рад, когда сумел получить лицензию таксиста. Он работал по 16 часов каждый день. «Четыре года зарабатывал деньги на свою первую пластинку. 25 тысяч долларов нужно было для этого, чтобы издать пластинку». Я тут в Америке уже четыре года. Пожил во всякие известных городах. Мне не понять ее свободного народа. Меня преследует за будущее страх. Его 16 раз хотели ограбить. Однажды пассажир навел на него пушку и сказал, «Ты будешь у меня 26-й. Я убил уже 25». Токарев не испугался, пошутил. «У меня на родине был аналогичный случай, когда расстреляли 26 бакинских комиссаров». Бандит рассмеялся и сказал, «Я дарю тебе жизнь». Тут и подчеркивается весь его оптимизм и все его умение побороть любые вот эти сложные перипетии, все эти препятствия, где нужно преодолевать их. В августе 2019-го новость о смерти Вилли Токарева обсуждали все жители Брайтона. Очень-очень трагичная новость об Вилле Токареве. Я его любила, то есть с детства. Я была очень маленькой. Но такое небоскребы, небоскребы. Очень жаль, что такие люди уходят от нас. Такие люди не часто встречаются. Он был настоящей легендой и воплощением американской мечты. Приехав в Штаты со 100 долларами в кармане, Токарев добился огромного успеха. Но чего это стоило? Об этом он сочинил немало песен. Меня и грабили, и просто не платили, И оскорбляли на английском языке. Однажды сволочи меня чуть не убили. Такси угнали, я вернулся налегке. В Нью-Йорке в 70-е каждый год убивали 60 таксистов. И однажды пассажиры, которые оказались вооруженными бандитами, заставили Вилли уехать за город, вытолкали из машины, отобрали всю выручку и, главное, машину. В четыре раза я был ограблен. Причем, ну, могли бы убить, нажать курок и выбросить, или меня завозили в такие места, где вообще никого нет. Когда он накопил 25 тысяч и выпустил свой первый альбом, то творчество его никому не понравилось. Но Вилли унывать не стал. И вы знаете, второй альбом, он же произвел эффект разорвавшейся бомбы, там вся Америка сходила с ума. Токарев выступал перед самыми богатыми представителями эмигрантской тусовки, которые впадали в детский восторг от этих песен. Это ж было про них. Эти столы, на которых поставлено такое количество закусок, что они не вмещаются на столе, они ставят даже закуску на закуску. И вот это, это такая, знаете, показная роскошь, избыточная роскошь. За Вилли Токарева боролись самые крутые рестораны Брайтона. Он стал зарабатывать большие деньги. И на продавейчике своей еврейчике избавил быстро вас от скупки и тоски. Очень много дипломатических работников, работников не что, но КГБшники, всякие, которые ездили за границу, они все привозили пластинки, дети их просили об этом. Вес, который имеет определенную свою позицию, стал быть интересен. Может быть, для вас это будет сюрпризом. Пожалуйста. Вилли Токарев. Говорят, что в Советский Союз в 89-м его заманила Алла Пугачева. Примадонна в то время училась работе продюсера, толкала таланты и потом была в доле. И Токарев сначала был без ума от счастья. Она, значит, ему сказала, я тебе сделаю рублевым миллионером. Кто не поверит Алле Пугачевой? Я за Россией наблюдал издалека. Порой была, потом уж... Успех был невероятный. Советский Союз трещал по швам. Нравы были уже свободные. И песни Токарева легли на душу измученных перестройкой граждан. Российские слушатели вообще очень-очень любят песни из-за рубежа. То есть то, что мы привозим из эмиграции, особенно если это написано композиторами, авторами, которые живут в эмиграции. В 89-м в Советский Союз приехал легендарный пинг-флайт. И казалось, что монстров рока переплюнуть невозможно. Но билеты на Токарева у спекулянтов стоили гораздо дороже. Кто-то менял билеты. Два или три билета пинг-флайт на один билет Токарева. Два или три билета пинг-флайт на один билет Токарева. Три наряда конной полиции храняли к Лужникам подступы. И когда он вышел на сцену, в зале просто был какой-то неистос. Но с Пугачевой Вилли быстро разошелся. Ему не понравились ее слишком настойчивые советы, что исполнять и как вести себя на сцене. Я хочу сказать, что она трудный человек. Никто не ругался. Она характер, человек с характером. Понимаете ли? И даже говорили, что ее директор подал на Вилли в суд. Потому что она же тоже какие-то расходы несла в связи с приездом в Вилли. Этот жанр с эмигрантской слезой и бандитской романтикой потом назовут русским шансоном. И в 90-е будет казаться, что вся страна сидела в тюряге и поэтому смахивает слезу, когда слышит такое. А белый лебедь на пруду Качает павшую звезды 90-е годы, они, конечно, для нас, для тех исполнителей, авторов этого жанра шансон, это благодатные времена. Но первым был Вилли Токарев. И заработал он тогда большие деньги. От кругов чужой народ, От тоски душу я водку, Только водка не берет. Я не знаю, сколько городов там тур дал, но не меньше семи месяцев, наверное. Приехать, и везде была аншлаг. У нас великая потеря, потому что это был человек, который являлся символом целого поколения. Хоронили звезду, но вопреки ожиданиям родных, проститься со знаменитым маэстро пришло людей немного. Есть русская пословица такая, «Не по сеньке шапка». Вот похороны были не по сеньке, не по Вилли Ивановичу. Стало понятно, что друзья познаются не только в беде и радости, но и в минуты прощания. Толпа шансоновских исполнителей, которые еще не один месяц будут признаваться в любви во всех этих передачах и ютюбах и так далее, вот, пришли-то по пальцам посчитать. Кто-то пустил слух, что ради прощания с Докаревым прервет свой отдых в Юрмале Аллы Пугачева. Когда уже стало понятно, что она не приедет, конечно, все очень сильно расстроились. И, конечно, все ждали Любовь Успенскую, ведь Докарев написал ей хиты, которые сделали ее звездой. Люба-любонька, целую тебя в губоньки. Задницу надо было ему всю жизнь целовать за эту песню. И я ее также записал на свою пластинку, и так я спою для вас. Люба-любонька, целую тебя в губоньки За то, что ты поешь на соловей Нью-Йорк, 24 февраля 1989 года. В свой день рождения Любовь Успенская получила от Вилли Токарева цветы, куклу и открытку со стихами. И она решила, что это должна быть песня. Любовь Успенская исполняет три песни Вилли Токарева. Еще не поздно, еще не рано. Люба-любонька. И без меня теперь любимый мой. Люба Успенская была звездой ресторана Одесса, горячо любимого нашими эмигрантами. И не любит, когда говорят, что она обязана громкой славой Вилли Токареву. Считает, что это она и ее муж, владелец Одессы, помогли ему раскрутиться в Штатах. Дали хлебное место и бесценные творческие советы. Говорят, что даже там в одной из версий, у них-то даже какие-то были романтические отношения. Гарри Голд и поэт Илья Резник написали Успенской целый альбом. Главная песня в нем называлась «Кабриолет». И она тоже стала хитом певицы. А я сяду в кабриолет И уеду куда-нибудь Я говорил раз пять, давай заключим контракт как-то так. Ну да, потом, потом, все потом. Вот. Ну и потом у нас конфликты пошли, о которых я даже вспоминать не хочу. Ну, есть неблагодарная певица, есть благодарная. Когда Успенская вернулась в Россию, стала зарабатывать огромные деньги и построила дом-дворец, то многие говорили Токареву, ну чего ты не требуешь за хиты отчислений? Но он махал рукой и портить отношения с ней не хотел. Поешь и пой. Он был без шипов, он круглый. Он круглый, он был без шипов. После возвращения в Россию он почти сразу во второй раз женился. Ее звали Светлана. Он говорил о ней с большой надеждой. Я познакомился с замечательной девушкой с красивым именем Светлана. У нас оказалось много общего. И я вам скажу по секрету, мы решили пожениться. Он жил на две страны. Приезжал на гастроли в Россию, зарабатывал и возвращался в США. Светлана с удовольствием уехала за океан. Перетянула туда родню. Родила сына Алекса. Но в итоге Токарев понял, рядом с ним чужой человек, которому интересны только комфорт и деньги. Она устроила свою жизнь в Америке прекрасно. Она все-таки, наверное, была больше к накопительствам, ну как бы к материальным благам. Токарев решил подать на развод. В этом браке он был несчастлив. Человек меняет рубашки, ботинки, квартиры, дома, машины, государство. Почему ему не поменять предмет, с которым ему неудобно? Или ей, скажем, да? Ну вот так получилось, что уже имея ребенка, мы расстались. После развода Токарев не грустил. У него всегда было очень много поклонниц. Печать в паспорте 60-летний живчик ставить больше не хотел. Я считаю, что нормальные мужики они бабы. Он должен пытаться их соблазнять. В этом суть мужика, в этом суть нашей взаимоотношений, в этом суть нашей природы человеческой. Набережные Челны, 1996 год. Вилли Токарев выступает перед футбольными болельщиками на стадионе «КамАЗ» и быстро бежит по полю. Неплохо для человека, которому 62 года. Энергетика вообще сумасшедшая была. Я говорю, может быть, вот таким, да, вот такой рост и невысокого, а там зажигал дядя. В то время, когда звезды эстрады колесили по всей России, раскрывая рот под фонограмму, он пел исключительно живьем. Еще со времен работы в ресторане на Брайтоне он прекрасно понял, что зрителя обманывать нельзя. Когда он работал, где-то полтора часа, когда он вышел, я посмотрел на него сзади, у него пиджак, пиджак сзади, весь полностью был пропитан ботон. То есть он не останавливается ни на минуту. Однажды Токарев страшно торопился на самолет. Опаздывал, ругал бесконечные московские пробки, спустился в московское метро и обомлел. Навстречу шла красивая блондинка. У Вилли был определенный тип женщин, который ему нравился, любимая женщина. Такие немножко пышные, пышные формы, обязательно позитивные, обязательно такие активные, волевые. Его не смутила разница в возрасте. 43 года. Юлию тоже. На первом свидании она подарила ему лично связанные для него теплые носки. Она была студенткой киноведческого факультета в ГИКа, играла на пианино и была очень легким и смешливым человеком. Она очень имеет большое чувство юмора. Она любит всякие, как мы говорим, фохмы там и шутки. Они поженились. И вскоре Вилли Токарев стал отцом. Сначала родилась дочка, через три года сын. Мощный старик. Шутили коллеги по эстрадному цеху. Я говорю, Вилли, ну это невероятно. Ну как же так? Ну и что, говорит, мы умудрились. Москва. 9 августа 2019 года. На прощании с отцом дочь Эвелина плакала на взрыд и с трудом собралась, чтобы сказать что-то людям. Папа очень любил своих поклонников. И он всегда будет с нами через свои песни. И не забывайте его. А ее младший брат Милен не смог проронить ни слова. А вот он прям одно лицо свели. Вот как его действительно ожившая, так сказать, молодая копия. Он взял короб с дисками Вилли и стал раздавать всем людям, которые там присутствовали. И такой трогательный момент был. Все плакали, вытирали слезы. И всем было бесконечно жаль молодую вдову артиста. Они были единым целым. В преклонном возрасте Токарев наконец обрел настоящую любовь. И не просто жену, а надежного друга. Юлия вела все его контракты, была его продюсером. Терпела его взрывной характер. Ссоры у них случались страшные. С битьем посуды. На ультразвуке. Он иногда так ругался с своей женой. Я думал, ну сейчас ее убьет. Понимаешь? Я говорю, слушай, ну действительно. Потом говорит, я ее так люблю. Я думаю, что она продлила просто ему на сколько-то лет жизнь. Она очень многое помогала. Вилли Токарев всегда следил за своим здоровьем. Поборол все дурные привычки. Гордился, что держит вес. Правила, которые я усвоил, уже, может быть, лет 15. Потому что мне посоветовал это очень мудрый человек. Когда мне дают вкусную уху или солянку, я съедаю только половину. Несмотря на то, что я хотел все съесть. Потом дают мне хорошую жареную рыбу или бифштексу. Я беру половину гарнира и половину бифштексу. Остальное оставляю. И так все. Я делю это пополам. Почему? Это я даю врагам. Он все время пытался обмануть свой возраст. Свято верил в то, что жизнь продлевает трехразовый прием русской водки. Дедушка ему завещал в качестве наследства маленький совет. Пей в день по 100 грамм водки. 33 грамма утром, 33 грамма днем и 33 грамма вечером. Она очищает жировые бляшки. У вас никогда не будет атеросклероза. Вы будете очень хорошей памяти. Ушел гастрит. У меня был гастрит, который ничем не лечился. В каком бы я обществе ни был, меня никто не заставит выбить больше. Верил в опыт алтайских долгожителей, которые утверждали, что мужскую силу до гроба поддерживает кровь молодых оленей. Он ездил в алтайский край, пил всякие эти самые эликсиры, в бутылках привозил. Но в 2017-м врачи огорошили его диагнозом – рак простаты. И он начал борьбу за жизнь, скрывая от всех, что болен. И все серьезно. И вдруг Вилли говорит, ребят, я не могу, мне нужно срочно выскочить в Нью-Йорк на 3-4 недели до Вилли. Но как же? Оказывается, ему уже было очень и очень плохо. И он поехал туда спасаться, потому что там знали и диагнозы его, и знали степень лечения. Американские доктора сказали, что нужна операция, а может не одна. И огласили примерную смету. Кое-какие сбережения у артиста были, но они быстро кончились. На помощь пришел художник Никас Сафронов. Он единственный из всех звездных друзей Вилли Токарева, занял артисту большую сумму, прекрасно зная, что, скорее всего, назад ее не получит. Он говорит, надо 40 тысяч. Я говорю, ты знаешь, Вилли, у меня есть 35. У меня действительно были эти деньги. Я пошел в банк. Они были, правда, в ячейке. И я их отдал. Он говорит, ну давай пока, если можно, эти. А расписка, Государь, какая расписка? Тверь, февраль 2019 года. Вилли Токарев впервые появился на публике без фирменных усов. Говорили, что он сбрил их, чтобы выглядеть моложе. Но было видно, что выступать ему тяжело, и он то и дело присаживался на кресло. Настоящие артисты, почему говорят настоящие, настоящие артисты, умирают на сцене. Для них старости нет. Вилли был от них. Он не обращал внимания на свои болезни. Он цеплялся за любое предложение выступить, потому что остро нуждался в деньгах. Лечение в Америке рака стоило очень дорого. Жена артиста решила продать их участок земли в ближнем Подмосковье, подаренный когда-то другом. Но покупателей не нашлось, несмотря на низкую цену. И тогда Киркор Казанджан сам выкупил у Токарева свой подарок, потому что понимал, как нужны Вилли деньги. Что-то я подарил, это вернулось ко мне обратно. По сей день у меня так и стоит. Американские врачи, выпотрошив карманы пациента, в итоге признали его бесперспективным и сообщили Юлии, что дни ее мужа сочтены. В мае 2019 года они полетели в Москву. В Шереметьево Токарева ждала скорая помощь. Его увезли в реанимацию. Москва, июнь 2019 года. Токарев был православным, и к нему в больницу пригласили священника. Ему становилось все хуже, и он решил исповедаться. Но перед этим спросил священника, слышал ли он его песни. Ввиду, каждая каштанка вас когда-то слышала. Верующим человеком Токарев был всегда. И всю жизнь не мог простить таможенника, который отнял у него в 70-е нательный крестик. Главным тогда событием было не избыть, а это было причастие, после которого его лицо так осветилось. Улыбку я упомянул его, завораживающую, я бы сказал, магнетическую. И врачи говорили, что после этого случилось чудо. Токарев оживился. У него появились силы, и он заявил, что приглашает всех на концерты. Заз там звучал, даже врачи не понимали, что такое, как-то в реанимации, смех. Вилли не планировал умирать. Более того, в середине июля в Витебске был Славянский базар. Это крупнейший фестиваль, и Вилли должен был там участвовать. Его ждали до последнего. Токарев действительно вышел летом на сцену. Но все понимали, что тяжелый недуг лишь на время ослабил свою смертельную хватку. Он уже был, честно говоря, не очень хороший. Он уже был в кепке, видимо, после химии. Уже был в наушниках и пел сидя, что для него как бы не характерно. Москва, 1 августа 2019 года. Рядом с ним была любимая жена. Токарев уже не говорил, был в полудреме. Все понимали, он уходит. Взор его уже был немножко отрешенным. Он был погружен в себя, заметно ослаб. Казалось, что он готовится к переходу в лучший мир. Вилли Токарева не стало 4 августа. Ему было 84 года. Врачи позволили Юлии быть рядом до последней минуты. И скончался, вот у него рука в руке. И у него рука в руке, и во сне он вот так рядом лежал, и она снимала контроль. И тут рука в руке, он так заснул. Я знаю, что врачи плакали, когда все закончилось. И это, наверное, главный показатель. Журналисты сразу описали его наследство. У Токарева была неплохая недвижимость. Он долго зарабатывал на квартиру в Высотке на Котельнической набережной. Продал ради нее жилье в Нью-Йорке и привезенный из штатов Линкольн. Занял деньги у друзей. У Токарева была еще двухэтажная квартира в Ялте. Однажды он ехал в Крым на гастроли и оказался в одном купе с артистом Михаилом Пуговкиным. И Пуговкин, он, пожалуйста, уже был в плохом состоянии достаточно. Вот он, пожалуйста, у меня квартира есть в Ялте. Мне нужно продать деньги, никто не покупает. И Токарев купил его квартиру. А еще в Америке у него остался дом, в котором теперь живут вдова и дети. Они уже взрослые люди. Эвелина – медик, Милен – спортсмен. Его семья получает неплохие авторские отчисления. Токарев выпустил 50 альбомов. Его песни помнят и исполняют. Но родственники покойного, что случай редкий, не скандалят и не делят наследство. Просто люди очень порядочные. Поэтому нет никаких по поводу наследия, нет конфликтов никаких. Москва, 9 августа 2019 года. Он был очень ярким артистом, большим пижоном. Человек-фейерверк, вечный праздник. Но похороны Вилли Токарева были очень тихими и скромными. Под стать Вилли, его персонали, его личность, его мировоззрение. Скромные были. Он никогда ни на кого не обижался. Ни с кем не воевал, не плел интриг. И нашел бы оправдание для тех, кто не пришел с ним проститься. Последняя жена Юлия сказала ему спасибо за детей и годы редкого женского счастья. Я говорила о том, что как хорошую жизнь мы прожили, так мне повезло, как мы счастливо прожили. После отпевания его привезли на кладбище. Друзья и коллеги еще раз сказали о его таланте. Печально ушел от нас великий шансонья. Его песни пели, поют и будут петь. Когда опускали гроб, звучал его голос. Самые проникновенные песни. До свидания, до свидания, до свидания. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Ожидание нашей встречи, ожидание не растянется на долгие года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok